Привет, Дим! Привет! Я знаю, что ты являешься организатором этого мероприятия. Расскажи нам, как пришла в голову идея это все организовать и вообще, что для тебя значит? Некоторое время назад, вот сила винила идет, по-моему, в течение уже двух лет сейчас. До этого возник определенный вакуум в таких мероприятиях. То есть занимались ребята, кто-то делал винил-пикник, винил, там еще какие-то названия были. И в определенный момент они просто перестали это делать, и все соскучились по единению какому-то, по встречам единомышленников. И, собственно, я решил, что нужно как-то этот вакуум заполнить. Отсюда вот и появилась сила винила, и проводим мы эти мероприятия пока только в пауэрхаусе, внутри в зимний период и на веранде в летние. Скажи, вот бытует мнение, что виниловая пластинка это уже символ 20 века, это все в прошлом, но вот мы увидели, что столько много народу сегодня пришло на это мероприятие. Расскажи, в чем все-таки актуальность виниловой пластинки, почему она до сих пор жива, несмотря на то, что есть современные носители информации. На самом деле ответ очень простой. Виниловые пластинки вернули людям радость коллекционирования музыки, потому что с приходом цифровых технологий весь, скажем так, эффект положительный от коллекционирования. Но никого не волнует, какую песню ты первую загрузил на свой компьютер, но можно рассказывать долго, какую первую пластинку с каким альбомом ты купил. Собственно, в этом и ответ. И то, что пластинки, это как бумажные книги, наверное, будет самая правильная аналогия. Многие приписывали им смерть с появлением ридеров и прочих вещей, но они никуда не уйдут, потому что есть определенная эстетика. И виниловые пластинки позволяют музыку слушать осознанно. Ты не можешь готовить ужин и слушать музыку на виниле. Ты, в принципе, это можешь делать, но ты не сможешь ни готовить, ни слушать, потому что пластинки нужно переворачивать, переключать, включать. А так вообще это свой фетиш, наверное, какой-то такой положительный. И, собственно, как и все вещи нишевые, винилы являются неким эталонным на данный момент носителем, который предпочитают все коллекционеры и аудиофилы, и, скажем, люди, которые уделяют музыке чуть больше внимания, чем обычные рядовые слушатели, которые привыкли фоном радио слушать в машине или в спортзале заниматься, спорную музыку. Как бы здесь немного другая история. Это страсть к музыке, в первую очередь. Расскажи, как найти вас вообще, как узнать о том, когда следующее будет мероприятие? Ну, у нас есть сайт, как минимум, это vinilpower.ru, Сила Винила. И там всегда публикуются анонсы и вся информация об основных участниках. В принципе, там минимум информации, но самое необходимое всегда актуально. И, конечно же, соцсети, можно подписаться на наши странички в Facebook и ВКонтакте, и, собственно, вступить в группу и всегда быть в курсе всех активностей и мероприятий, которые мы устраиваем. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.